Олимпийская чемпионка Я просто вот честно, в искреннем восхищении, меня всегда удивляли гимнастики, что спортивная гимнастика, что художественная, выглядит действительно великолепно. И не скажешь, что вот это вот олимпийское чемпионство, оно уже как-то вот уже такой рубеж прошедший, да, фактически. Для вас это было давно или недавно? Вот свежили воспоминания вот эти в памяти? С одной стороны, как будто, как вот вчера с помоста спустилась, а с другой стороны, так вспоминаешь, думаешь, как это было давно. Но это было счастливое давно. Это было счастливое давно, и если бы мне сказали, вот если вам вернуть жизнь заново, как бы вы ее прошли, хотели бы что-то поменять? Нет. Я бы, наверное, вот, ну, может быть, какие-то нюантики, да. А так, по большому счету, спорт, все то же самое. Вот это сейчас огромный такой посыл, заряд всем тем, кто думает, связать ли свою жизнь со спортом или нет, потому что оно того стоит. Эти жертвы, они того стоят. Но сюда вы приехали, мы вам очень благодарны, именно на соревнования по спортивной гимнастике. Вы приехали как? Судьей, для проведения мастер-классов. Основная задача какая? Ну, основная, в принципе, я приехала как представитель Федерации гимнастики, потому что я еще работаю в Федерации гимнастики России, в спортивной гимнастике, да. Поэтому, естественно, я приехала посмотреть. Посмотреть зал, посмотреть деток, посмотреть, ну, вообще, как бы, все, что касается спортивной гимнастики. Ну, вы сейчас уже хотя бы какое-то сумели составить мнение на настоящий момент? Я видела, я видела зал. Деток еще нет, потому что соревнования только сегодня начинаются. Деток еще не видела, хотелось бы тоже посмотреть. Зал я видела. Ну, что хочется сказать? Хотелось бы, конечно, вот немножечко, чтобы были результаты у нас действительно получше. Хотелось бы что-то поменять, изменить и, ну, так скажем, коротко ясно, есть над чем работать. То есть технические требования, что касается центральных даже регионов России, они уже несколько иные, да? Ну, да. То есть и по объему зал, и, ну, в общем, какие-то такие моменты рабочие. Хотелось бы, чтобы были результаты. Ну, если честно, спортивную гимнастику у нас в Амурской области очень любят и уважают. Поэтому я надеюсь, что дети вам понравятся искренне. Ну, завтра, я знаю, у вас будет еще встреча с тренерским составом. Да, сегодня вы увидите деток, а завтра будете непосредственно проводить такой мастер-класс своеобразный. Что это будет? Что это будет? Ну, я так понимаю, что буду отвечать на наболевшие вопросы тренерские, если можно так сказать. Ну, я еще не совсем понимаю, но мне бы хотелось, да, допустим, чтобы, потому что есть моменты такие, что рассказать, допустим, о базе гимнастической. Мне кажется, сейчас это самое важное, потому что если нет у дома фундамента, то и нет дома, да? То же самое как бы в любом виде спорта. Если есть, допустим, какая-то база школа, значит, и будет дальше все расти и процветать. Поэтому, мне кажется, это основа основ, и хотелось бы поговорить с тренерами на эту тему, рассказать вот это все. Ну, и плюс, если вдруг там какие-то вопросы будут по поводу соревнований, каких-то нюансов, поэтому мое мнение такое. Ну, вы относительно недавно, насколько я знаю, в Федерации спортивной гимнастики, но, тем не менее, уже по городам поездили немножечко. Причем вам повезло, по самым северным, холодным. Я прям, да. Вот как там со спортивной гимнастикой, со спортивной гимнастикой были какие-то для вас такие удивления? Вы знаете, дважды я была в Красноярске, вот как раз 15-16 год подряд. И хочу сказать, что год прошел, когда я второй год приехала, в принципе, могу сказать, что уровень был интереснее на следующий год. Сразу заметила, оценила. Была уже какая-то серьезная конкуренция. То есть, по большому счету, естественно, понимаешь, что развитие идет, люди не стоят на месте. И когда приезжает, допустим, Федерацию, или когда звонят, или когда мы проводим какие-то сборы, что понимаешь, что все равно тренеры интересуются, задают какие-то вопросы, что, как, чего. И не просто задают, а понимаешь, что они приезжают и воплощают их в свою работу. Вот это здорово. Ну, я надеюсь, у нас тоже такой же будет толчок необычайный после беседы с тренерским составом, тем более. Ну, а вообще хочется про спортивную гимнастику поговорить. Я знаю, что вообще спорт высоких достижений – это вот до бесконечности рост какой-то, усложнение, тем более в спортивной гимнастике. Но это просто невероятно тяжелый, мне кажется, вид спорта. Это технический вид спорта. Это технический, поэтому я говорю, база – это основа основ. И если, допустим, не сделать там какой-то первый начальный шаг, то дальше нет смысла вообще учить сложные элементы. Вот для того, чтобы понимать, к чему стремиться, да, какие сейчас есть тенденции вообще в спортивной гимнастике и насколько уже это все технически усложнено? Вы знаете, я хочу сказать, что техника, да, растет, но и растет оборудование. То есть я просто скажу, что когда я выступала, занималась, у нас не было таких пружин на мостике, допустим, да, или там на каких-то вот снарядах. То есть приходилось за счет своего ресурса, собственно, подниматься? В принципе, да. Подниматься. А времена, когда была, допустим, Софья Муратова или Бориса Латынина, да, тоже там легендарные гимнастки, так те вообще практически с пола прыгали. Поэтому, что говорить, естественно, растет оборудование, развивается, да, и, соответственно, с этим развиваются какие-то технические элементы и вообще сложность гимнастики. Поэтому и приземление помягче уже, и как-то амортизация другая, поэтому здесь. Основной, скажем так, ресурс детей, которые приходят в спортивную гимнастику, он все-таки из центральных регионов, непосредственно из столиц. Вот откуда он? Вообще откуда черпает ресурсы спортивная гимнастика? Вы знаете, да, отовсюду. Я не могу сказать, что прям центральные какие-то районы, потому что мы сейчас проводим, начали в прошлом году проводить сбор в Звенигороде, и иной раз так вызов делаю на соревнованиях посмотреть деток, да, но в начале, естественно, первый сбор у нас был, не знали кого что. Поэтому чисто так вот собирали или кто-то говорил, да, предлагали, посмотрите этого спортсмена, посмотрите этого. И так смотришь, думаешь, а где этот город вообще находится? Вот так вот. Да, такие моменты были, поэтому... Еще важный момент, который не могу не обсудить практически уже в завершении нашей беседы, это спорт и политика. Естественно, он занимает не только умы спортсменов, но, я думаю, абсолютно всех жителей Российской Федерации, такой огромной страны. Вот я, например, тоже честно переживаю очень за наших спортсменов, которые вот благодаря вот этой политизации спорта действительно очень сильно пострадали и могут еще больше пострадать, потому что хотят вообще запретить участие на всех соревнованиях. Вот как вы там, непосредственно находясь в эпицентре событий, переживаете это? И как вы к этому относитесь, самое главное? Ну, это вообще ужасно, конечно. Потому что действительно это спорт, это политика. Это всегда было? Да, это всегда было, я считаю, что всегда было, тем более, когда вот я тоже тренировалась, мы приехали после чемпионата мира прошло, это 87-й год, и мы приехали первый раз в Америку, и нас прямо вот щупали, говорят, а нам говорят, что там у вас медведи по улице ходят. То есть с автобуса, там такой у нас кортеж стоял, из полицейских не давали людям, ну, чтобы там, потому что нас могли просто растерзать. Им хотелось нас пощупать, потрогать, потому что информация была, вот действительно, я говорю, когда мы встречались с нашими спортсменами, ну, с гимнастами, да, и переводчики говорили, как бы рассказывали, что да, информация идет такая, что у вас там медведи ходят, что вы там вот-вот там все в этих шапках-ушанках, что у вас там кошмар творится. Ну, в общем, в том числе, благодаря спорту границы открылись в свое время. Благодаря спорту границы открылись, и мы все равно дружим, то есть даже до сих пор, когда какие-то моменты, там, не допускать соревнований, исключить там еще что-то, это-это, все равно спортсмены между собой, они дружат, они общаются, они не понимают, они потому что понимают, каким трудом это все дается, что просто попасть в сборную команду, какой нужно путь пройти, это и травмы, это и, ну, ограничение себя там во многом. Поэтому, и все это прекрасно понимают. Ну, все надеются на лучшее, надеюсь, на лучший исход событий. На лучшее, да. А потом, естественно, настоящие чемпионы, они рождаются как? В жесткой конкуренции. Поэтому, если ее не будет, то... Ох, я не сомневаюсь, что этот год, как минимум, подарит нам огромное количество чемпионов. Мне хочется верить искренне, что часть из них будет находиться еще и в Амурской области. Будем держать курашки и болеть. Я вам желаю действительно хорошего соревнования. Надеюсь, что наши дети вас порадуют и удивят. Приезжайте к нам еще в гости. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Я напоминаю, что сегодня с гостями была Елена Шевченко, заслуженный мастер спорта, олимпийская чемпионка, член Федерации спортивной гимнастики России. Говорили мы о соревнованиях, которые проходят сейчас в городе Благовещенске. А вы смотрели «В центре внимания». До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин